Соединение Юпитера с Луной начнется ночью на 14 марта. Это уникальное астрономическое явление заинтересовало многих знатоков в области астрономии. По словам Юрия Нефедева, человеку, который не занимается изучением космоса, обычно бывает трудно отличить планету от звезды. Но в ночь на четверг ошибиться будет просто невозможно. Юпитер на небосводе будет находиться вблизи Луны и выглядеть как самая яркая звезда в ее окружении. Также с помощью телескопа можно будет увидеть кольца, которые опоясывают этого газового гиганта. Юпитер наблюдался и до того, как он к Луне приблизился, и после этого будет наблюдаться. На самом деле, конечно, они не приблизились на какое-то расстояние. Это просто как бы проекция на небесной сфере, что они стали достаточно близко видеться друг относительно друга. Чем же это хорошо? Хорошо тем, что обычно люди, которые не специалисты, достаточно им трудно ориентироваться по небесной сфере. И они с трудом могут определить, где Юпитер, где Сатурн, где другие звезды. А здесь все будет ясно. С 13 на 14 число в ночь рядом с Луной окажется яркая звезда. Это и будет Юпитер. Влияние космоса на жизнь человека нельзя недооценивать. Многие люди верят в астрологию и считают, что расположение планет может повлиять на ход событий и наше благополучие. На этой неделе Юпитер будет самой яркой точкой вблизи спутника Земли – Луны. Но с научной точки зрения его появление на небе никак не повлияет на жизнь людей на Земле. Ну, я хочу сказать следующее. Юпитер же у нас не сегодня появился, и не вчера. Абсолютно никак. Есть, конечно, товарищи, которые профессионально занимаются тем, что рассказывают, что новые гороскопы какие-то появились там в связи вот с этим сближением. На самом деле, я хочу всем сказать, что, конечно, читайте, это все интересно, но никакого влияния на нашу жизнь это не окажет. В отличие, допустим, от солнечных вспышек. Тут действительно возникают и магнитные бури, и радиобури. Здесь же никаких явлений на Земле абсолютно не произойдет. Тем более в жизни человечества – древним ураганом, который там все время происходит. Но его разглядеть можно будет только в очень хороший телескоп. Тем не менее, даже в небольшие оптические приборы мы можем увидеть Галилеевы спутники у Юпитера. На самом деле, их более 60, но в свое время, когда Галилей построил свой первый телескоп, всего лишь 3 сантиметра диаметра объектива. Большинство теорий гласят, что они образовались в результате столкновения спутников планеты и состоят из космической пыли и небольших метеоритов. Именно ночью на 14 марта можно будет увидеть кольца Юпитера с помощью телескопа или же бинокля. Алиса Чапурная, Николай Осуховский, Универ Новости.